Привет, друзья! С вами Хобби-центр Лавка Орка и сегодня мы подготовили для вас ТОП-10 миниатюр Дарк Эльдар, по мнению наших покупателей. Ну что, вы готовы? На десятом месте расположились рейдеры, излюбленный транспорт темных Эльдар. Быстрый, маневренный и при этом оснащенный огромными лезвиями, он способен прорваться через любую, даже самую укрепленную линию обороны, чтобы высадить десант или забрать захваченных рабов. Девятое место досталось великим и ужасным гомункулам. Доктора-садисты, которые, подобно легендарному Виктору Франкенштейну, только и делают, что играют со смертью и создают жидких монстров. Лучше бы вам не оказываться в темных катакомбах под Каморрой. Никогда не знаешь, на что там наткнешься. На восьмой строчке бомбардировщик Пустотный Ворон. Специальная разработка военно-воздушных сил Темных Эльдар, призванная осуществлять массированную поддержку наземным войскам. Отличительным знаком Ворона является Пустотная Бомба, оружие разрушительной мощи с разделяющейся боеголовкой. Первая часть выпускает мощное энергетическое поле, а вторая пронзает всех, кто попал в это поле, импульсами чистой антиматерии. На седьмом месте расположились Талос, машина боли, и Кронос, машина заражения. Талос является вершиной мрачного искусства гомункулов. Он частично состоит из живой плоти и частично из механических деталей. Его передние конечности, снабженные смертоносными лезвиями, могут с легкостью резать плоть на кровавые куски. Шестое место досталось Инкубам, профессиональным убийцам, чья единственная цель состоит в том, чтобы жестоко зарезать как можно больше врагов. Они чрезвычайно ценятся как телохранители и ударные войска. В качестве оружия Инкубы предпочитают использовать особые длинные мечи, которые называются Клейвы, способные с легкостью разрезать и плоть, и броню, превращая жертв в дымящиеся куски стали и мяса. Пятое место почетно достается жестоким и беспощадным воинам Кабала, который составляет основу ударных войск Темных Эльдар. Они являются закаленными и опытными бойцами, готовыми сразиться с любым противником, не ведая страха и усталости. На четвертом месте расположились ведьмы Темных Эльдар, которые не имеют себе равных в искусстве войны. Они упиваются криками своих жертв, сражаясь с неописуемой яростью и жаждой убийства. Поговаривают, что в моменты атаки в их венах циркулируют особые боевые наркотики. Тройку лидеров открывают развалины, лучшие из творения гомункулов. Самые сильные, самые крепкие эти монстры получили такое название, поскольку нередко они сшиты из обломков и кусков плоти, костей, металла и кожи. А вместо рук им присоединяют те предметы, которые необходимы для выполнения нужной задачи. Развалюхи являются одновременно предметом гордости гомункула и демонстрации его кошмарных талантов. Второе место и вместе с ним Скруджи – еще один эксперимент гомункулов. Знатные темные льдары часто обращаются к последним за помощью, и те в свою очередь делают их кости полыми, наращивают дополнительные мышцы, а к плечам прикрепляют адреналиновые усилители и самые настоящие крылья. Бичеватели предпочитают нападать издалека. Их новые тела дают изрядную маневренность, что позволяет им совершать молниеносные атаки и также стремительно отступать. Первое место досталось миниатюрам Каббалитская и Сплинтер, которые являются самыми жестокими и хищными из своей касты, жаждущими лишь власти и страданий других. Эти воины – беспощадные истребители, которые полны смертоносных намерений. Ну что ж, это был ТОП-10 миниатюр Дарк Ильдар по мнению покупателей нашего интернет-магазина. Надеемся, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за новыми выпусками. Всегда ваша Лавка Орка.